И всем привет ребят, с вами мистер Вайк, я сейчас записываю новый ролик, сегодняшний видеоролик посвящен игровой тематике, сегодня мы вместе с вами продолжаем обзор и тест устройств из ивента цветения сакуры и второе устройство, которое есть у меня на основном аккаунте, это устройство на гаусс, которое называется охлажденные соленоиды, именно это устройство когда-то, недавно относительно, было в мини игре, которую я благополучно, ну не прошел, а дошел до этого гаусса, ну и сегодня вместе с вами мы затестируем это устройство, это устройство увеличивает у нас скорострельность, да, этого гаусса, ну в принципе мы можем все прочитать вместе с вами, что у нас тут на википедии написано охлаждение, перезарядка быстрее на 50%, наводка быстрее на 50%, при этом урон в прицельном режиме хуже, да, то есть меньше урон, но можно от этой сводки как раз, таки очень и очень круто отыгрывать, то есть вы становитесь прям тем игроком, который дает тупо сводки, 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 сводки и при этом наносит очень хорошие цифры по урону на гауссе с этим устройством, посмотрим насколько эффективно будет работать это устройство в новой мете, все-таки я до этого использовал кризис и играл с кризисом, попробуем сегодня реализовать это устройство с гипериончиком, ну и пикаем быстрый бой, ну а если вам нравятся видеоролики подобного формата, то обязательно не забывайте поддерживать данный видос лайком, подписываться на этот канал, ну и конечно же не забывайте участвовать в розыгрыше на 3 миллиона кристаллов на 20 тысяч танкоинов, вся информация по розыгрышу есть в описании. Так, ну и мы попадаемся на трибьют, цп, в принципе неплохая карта, резав от гаусса у нас практически нету противника, противник может кучковаться на такой карте и это в принципе то, что нам и надо. У нас есть быстрая сводка и быстрая возможность наноса неплохого урона, от которого мы сегодня и будем играть. Также попробуем еще и пострелять одиночными выстрелами, посмотрим что у нас будет от одиночных выстрелов, но вроде если я не ошибаюсь, то как раз таки этим устройством нужно было играть четко сводками. Да, то есть именно весь плюс это игра от сводок, хотя если честно я и обычными выстрелами вижу, что урончик залетает довольно таки неплохой и можно даже и обычными выстрелами здесь играть. Но будем пробовать сводить, сводка моментальная по 2-300 урона просто заряжает на контентик и это конечно максимально приятно, когда у тебя есть быстрая сводка еще и с хорошим урончиком. Так, ну и плюс еще есть отличный сплэш урон, да, то есть у этого устройства есть отличный сплэш урон, которым тоже можно играть. Так, Васпик что-то тут раскрутки какие-то делает, размутки пытается здесь крутить, ежик в тумане, ежика еще и резист, 50% не сейвит, но мы его здесь переиграем. Три килла у нас уже есть, посмотрим вообще сколько киллов сумею я сделать за полную катку. По идее нам было бы неплохо вообще занять какую-то такую средненькую позиционочку и уже от этой средненькой позиционочки стараться накидывать урон, но противник нас пока что здесь выпушивает. Можно, например, давать 2 тычки потом сводку, да, тоже сливая тем самым оппонента. Ну, либо же просто давать чисто сводки, например, на расстоянии за счет хорошего сплэш урона на добавочку сверху. Я думаю, что это будет тоже работать очень и очень неплохо. Так, приятный бонус здесь есть снизу. Попробуем приятный бонус забрать. Нет, приятный бонус уезжает от нас. Ну и я думаю, что для этого устройства идеальнее всего будут подходить такие режимы, как осада, как штурм за атаку, где противник будет как раз-таки кучковаться. И под это кучкование как раз и можно будет реализовывать это устройство по максималочке. Так, ну каточку мы пока что, если честно, сливаем. Защитники у нас тут против, я смотрю, катают. Защитник это самый, ну, наверное, такой неприятный дрон, который есть на сегодняшний момент времени, который может доставлять проблемы в таких боях. Особенно, когда у вас пушка с кулдауном, да, и защитник за счет этого будет выигрывать в любом случае. Так, викингомолот вражески вжимается. Ну, такие сводки, да, то есть вы даете выстрел по одному, сразу добавочкой добавляете еще по одному танку. И в целом получается, ну, такая вот интересная реализация. Но лучше, конечно, это устройство будет работать на каких-то больших картах, где вы просто пассивно стоите на позиции одной, да, и даете сводки по сразу нескольким танкам. Да, вот как, например, сейчас, да, парочку сводочек таких приятных залетело по двум оппонентам. Ну, и вы вот так вот стоите, накидываете, накидываете, накидываете эти сводочки под урончик, под сплэшик. В принципе, выглядит неплохо, да, если от вас, например, еще нет резиста, то в целом это может работать и может работать эффективно. Так, что касаемо данного боя, 140 очков, 7 киллов. Ну, результат не сказать, что большой, да, при том, что я должен, по идее, просто кемпить. И еще вот одна проблема, да, есть проблема в том, что вы со сводки можете просто не наносить урон. Да, это дефолтный баг нашего замечательного Гаусса, ну и реализация овердрайвов тоже здесь имеет вес. Если вы играете с Викингом, старайтесь их реализовывать, во-первых, быстро, во-вторых, чтобы еще пару-тройку противников было у вас на прицельчике, чтобы в этом была еще и дополнительная эффективность. Просто я свой овердрайв прожал, ну так, довольно бездарно. Можно было это сделать значительно лучше. Пока, если честно, не особо жестко вижу что-то суперкрутое в этом устройстве, да. Есть ощущение, как будто урон должен быть больше. Ну и еще, учитывая вот этот баг со сводкой, то в моменте вообще неприятно. Да, обычными аркадными выстрелами играть особо не вижу смысла, хоть и они, я так понимаю, с дефолтным уроном, но все-таки если у тебя есть преимущество сводки, более быстрого сведения, более быстрой перезарядки, то, наверное, в этом должно быть больше профита, да, чем от обычных выстрелов. Хотя у обычных выстрелов, например, у Гауса сейчас перезарядка довольно быстрая, да, как вы видите. Здесь перезарядочка такая приятненькая, что можно как бы и одиночными играть, можно и сводкой играть. Но в любом случае цифры небольшие, да, что так, что так. Цифры небольшие и единственная возможность окупать все это дело, это если вы будете играть на картах, где либо большая карта, да, и противник кучкуется. Либо же это режим, например, по типу штурма, вы за атаку, противник за деф кучкуется, вы наносите большое количество урона, либо там регби какое-то, где противник кучкуется, да. То есть в таких режимах тогда это устройство будет иметь какой-то дополнительный вес и дополнительный плюс, с которого вы можете иметь хорошие очки бонусные. Здесь же, ну, я бы не сказал, что это работает круто, да, то есть 10 киллов за полбоя, это явно не тот результат, который меня может устраивать, да. Ну, если, например, сравнить с уроном, который я могу наносить на, ну, пусть будет та же смока, да, то есть смока со штурмовыми снарядами, которые я так сейчас сильно люблю, то смока будет наносить значительно большее количество урона, да, чем этот гаусс. По цифрам там будет лететь значительно приятно. Тут как будто просто, знаете, комарик какой-то кусает на 1000 урона вас, а смока с одного обычного выстрела наносит такие же самые цифры, да, то есть те же самые 1000 урона я бы наносил бы с обычного выстрела на смоке, да, то есть какой мне смысл, например, брать гаусса, у которого будет дольше перезарядка, еще и это считается более, как бы, ценное устройство, да, а там у меня на смоку даже без устройства, ну, либо с устройством за кристаллы будет вылетать такой же, а может быть, даже больше урон, да, еще и за более быструю скорость. Ну, то есть это вам так чисто для сравнения. Но если это устройство, например, апнут, либо сам гаусс апнут, и урон у пушки станет больше, то есть, ну, как у нас, как правило, бывает, орех меняет мету, делает в балансе, там, например, одно вооружение лучше, другое хуже, да, периодически у нас же все это дело меняется, то, в принципе, на дистанции это устройство может иметь вес, и оно может стать актуальным, да, если урон как раз-таки у нас у гаусса станет больше. С таким уроном веса в нем нету, от слова совсем, да, потому что урон маленький, если сравнить со смокой, повторюсь, то это устройство даже близко не стоит, даже учитывая тот факт, что я, например, вот даю такие сводки, там, по двум-трем танкам, но это вот единственный вариант, как вы можете грамотно реализовывать такое устройство, то есть вы по нескольким оппонентам сразу даете сводку и пытаетесь дополнительно накидывать. Так, ну и пробуем камбэкать, пробуем бэкнуть эту катку, 12 килов у меня за 5 минут до конца, 20 килов хорошо, если я сделаю с этим устройством, по ощущениям, пока что не вижу других каких-то возможностей реализации этого устройства, пока что вот так вот дела у нас обстоят, 700 урона с обычного выстрела, 1800 скрита, ну скрита, да, скрита было бы неплохо, если бы криты бы еще почаще были бы, может быть что-нибудь интересное бы и у нас получалось бы. Так, здесь викинга, изитка под вас по изитку играет, пытаются лечиться друг от друга, и, кстати, мы по точкам начинаем камбэкать, начинаем очень хорошо камбэкать, пытаемся зажать противника на своем респе, я даже пока что не тороплюсь, не жму овердрайв быстрее, хотя можно было бы уже бы это сделать, хочу прожать овердрайв, когда противник будет выпушивать меня и пытаться забирать точку, и как раз таки от этого пушинга мы сыграем и попытаемся засейвить, но такое есть ощущение, как будто мы сейчас вообще досрочку сделаем в этом бою, легкий танк ваншот без ДА, неплохо, неплохо, да, что-то какой-то кошмарин жесткий пошел противника, противники особо вообще ничего не могут сделать, 4 минуты до конца боя, пока что все идеально складывается для нас и нашей команды, так, здесь еще 2 противника, попытка отхвата точки, вот это более-менее тайминг на прожатие, хотя, если честно, даже не сказать, что это хороший тайминг был для прожатия овердрайва, противник все равно быстро слился, здесь даем сводку, по 3 танкам из них по 2 нулевой урон залетел, викинговый вулкан пытается выпушить под точку, пробуем просто ему наносить сводки, аптечка дополнительная, сейвимся, даем возможность еще поднакинуть урончика, пока он у нас так пытается здесь раскрутиться, противник пытается забрать точки, хантер с овердрайвом пытается меня выпушить, ну и вот, видите, очередной вот минус этого устройства, в чем прикол, да, то есть я даю сводку и при этом у меня сводка без проходимого урона, то есть за катку уже 3 выстрела или 4 выстрела я нанес и у меня урон не прошел, то есть какой мне смысл тогда использовать это устройство, если я наношу по 3-4 выстрела и у меня эти выстрелы проходят без урона, в чем плюс, в чем тогда смысл, в чем интерес использовать устройство, если ты можешь в моменте просто даже урон не нанести, да, это вот один из глобальных минусов пушки Гаусс, и это работает не только с этим устройством, это работает и с другими устройствами, это проблемы именно с водки, пушки, да, и вот если, например, сравнить со смокой, которой раньше тоже были проблемы, когда эти проблемы пофиксили, смока стала суперсильной, то есть, условно, на дистанции, если у нас так же само пофиксят вот такие проблемы, мелкие баги на гауссе, то гаусс тоже может в будущем стать очень сильной пушкой по балансу, то есть, это очередная возможная ваша инвестиция в долгосрочную перспективу этого устройства, да, пока что в нем, ну вот, нету такого жесткого интереса, а на дистанции, может быть, оно будет показывать хороший крутой результат, да, и гаусс там апнут, и будет пушка нагибать, да, то есть, смока же тоже долгий период времени не нагибала, не показывала такие хорошие крутые результаты, потом бах, и все, и пушка уже совсем другая, уже совсем интерес другой показывает, поэтому, может быть, так же само все это дело произойдет и с гауссом. Так, полторы минуты у нас остается до конца, есть очень большая вероятность, что мы эту катку выиграем, в лучших традициях режима ЦП мы практически весь бой проигрывали, и под конец боя начинаем выигрывать, в принципе, если честно, я на слово совсем не удивлен, так, пробуем давать еще урончик, противник пытается выпушить, захватить точку, мы на сводках играем, добавляем по 1100 урона, но смешной урон, честно, смешной урон, то есть, со сводки давать 1100, ну, у меня выстрел с маки наносит больше, да, то есть, ну, а здесь сводка с дольше перезарядкой, то есть, в моем понимании, это очень мало, то есть, урон должен быть больше, чтобы это устройство имело вес, должен быть больше урон, если урона больше нету, ну, тогда габелочка, габелочка, да, то есть, вы уже не даете хороших цифр, 20 киллов для такой катки, это плохой результат, это не результат, который меня может устраивать, и не результат, в котором я вижу дополнительный интерес, но, если правильно, грамотно реализовывать, пробовать это устройство, ну, можно на какую-нибудь 30-ку, я думаю, выйти, но в любом случае, это не имбовое устройство, да, оно просто интересное, но не имбовое, то есть, для любителей гауса, на нем поиграть можно, если не любитель гауса, то, в принципе, берете другую пушку, которая нагибает альтернативного смока, и спокойнейшим образом показываете супер плотный контентовый результатик, как-то так, примерно так я вижу это устройство, пишите, что вы думаете по поводу него, обязательно поддержьте данный видос лайком, если вам понравилось, подписывайтесь на канал, если вы еще вдруг не подписаны, но у меня, друзья, на этом все, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока! Пока!